Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала! Наше сегодняшнее видео посвящено теме гиперчувствительности первого типа. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Приятного просмотра! Что такое гиперчувствительность? Это изощренный ответ нашей иммунной системы, что в свою очередь сопровождается повреждением нормальных клеток и тканей. В процессе эмбрионального развития человека иммунные клетки знакомятся с соматическими клетками. В этом процессе участвуют своеобразные рецепторы, расположенные на поверхности соматических клеток. Их называют главным комплексом гистосовместимости первого типа или Main Gistocompability Complex 1. И иммунная система с помощью этих рецепторов распознает свои клетки и при попадании чужеродного антигена извне он сопоставляет антигенную структуру с этими рецепторами. И он быстро распознает чужеродный антиген и уничтожает его. Грубо говоря, главный комплекс гистосовместимости служит как паспорт нашего организма и показывает, что эта клетка является гражданином нашего организма. При гиперсенсибилизации нарушается процесс уничтожения чужеродного антигена, то есть иммунная система очень бурно реагирует на чужеродный антиген и при этом он уничтожает не только чужеродный антиген, но и нормальные функционирующие соматические клетки. Или второй механизм, организм или наши иммунные клетки не могут распознать наши соматические клетки и начинают их атаковать. Наша иммунная система следует принципу «все, кто не с нами, те против нас» и все антигены, которые не были представлены во время эмбрионального развития, являются чужеродными антигенами для нас. Такими антигенами могут служить, например, пищевые аллергены, кульцевые аллергены или аллергены, которые расположены на поверхности бактерий. Наш организм настолько уникален, что он учел попадание чужеродных организмов и расположил своих защитных солдатов по различным тканям и органам. Такими защитными клетками могут служить макрофаги, например, клетки лангерганца в кожной ткани, моноциты в крови, альвеолярные макрофаги в легочной ткани, остеокласты в костной ткани, клетки куфера в печени и так далее. При гиперсенсибилизации первого типа, когда в организм попадает чужеродный антиген, он быстро распознается макрофагами и поглощается. Далее макрофаги расщепляют чужеродный антиген на мелкие участки, но при этом макрофаги сохраняют тот участок, который характерен или специфичен для данного антигена. После этого макрофаги по лимфатическим сосудам направляются к лимфатическому узлу. В лимфобузле макрофаг устраивает брифинг и представляет тот специфический участок антигена к другим иммунным клеткам организма, то есть Т-хелперам. Этот процесс происходит при участии главного комплекса гистосовместимости второго типа. Этот рецептор служит специальным передатчиком информации. Также при этом участвуют рецепторы СД-4 и биологическое активное вещество интерлейкин-1. Причина названия биологически активных веществ интерлейкины в том, что эти биологически активные вещества передают информацию от одной разновидности лейкоцитов к другим разновидностям лейкоцитов. Поэтому они взяли свое название от интерлейкоцитов или интерлейкины. Под воздействием главного комплекса гистосовместимости, также рецепторов СД-4 и интерлейкина-1, простая Т-хелперная клетка или наивная Т-хелперная клетка, которая ранее не могла распознавать чужеродный антиген, превращается в активную Т-хелперную клетку второго типа или в активный Т-хелпер. В свою очередь, активный Т-хелпер может делать селекцию Б-лимфоцитов, которые могут распознавать данный антиген. Этот процесс происходит под воздействием биологически активного вещества интерлейкин-4. Под воздействием интерлейкина-4 происходит пролиферация, то есть размножение Б-лимфоцитов. Также активный Т-хелпер выделяет другой вид интерлейкинов, интерлейкин-5. Под воздействием интерлейкина-5 происходит взросление Б-лимфоцитов и переход их в кровь или в плазму крови, также превращение их в плазматических клеток. В свою очередь, плазматические клетки могут синтезировать специальные иммуноглобулины, иммуноглобулин Е или антитела, которые специфически, индивидуально могут распознать и связывать чужеродный антиген. Посмотрим строение иммуноглобулина Е. Как и все антитела, у него есть тяжелая цепь и легкая цепь. Также антиген-связывающий участок, или антиген-байндинг, и локус, который связывается с тучной клеткой. С помощью этих локусов иммуноглобулин Е оседает на поверхности тучных клеток. Теперь тучные клетки готовы и вооружены к вторичному попаданию чужеродных антигенов, и они моментально могут реагировать на этот антиген. При вторичном попадании чужеродного антигена в наш организм, тучные клетки моментально реагируют, иммуноглобулин Е связывается с специфическим участком чужеродного антигена, и происходит процесс дегрануляции тучной клетки. И все биологически активные вещества, которые расположены внутри тучной клетки, они выходят наружу и проявляют свой биологический эффект. Биологический эффект от тучных клеток разделяется на два вида, то есть быстрый ответ и медленный ответ. При быстром ответе выделяются такие биологически активные вещества, как гистанин и серотонин, а при медленном типе простагландины, лейкотриины и эзенофильный хемотаксисный фактор. Под воздействием гистамина и серотонина происходит расширение сосудов, то есть вазодилатация и повышение их проницаемости. Повышение проницаемости нужно, чтобы иммунные клетки могли свободно мигрировать в окружающую ткань. Также биологическим эффектом гистамина и серотонина является бронхоспазм, то есть сужение бронхов. Замедленный тип ответа тучной клетки происходит с помощью таких биологически активных веществ, как простагландины и лейкотрины. Они также расширяют кровеносный сосуд и ухудшают бронхоспазм. А эзенофильный хемотаксисный фактор способствует к эмиграции пораженного участка эзенофилов и их дегрануляции и попаданию в этот участок токсичных веществ. Итак, суммируя вышеизложенные, мы разделяем гиперчувствительность первого типа на три стадии. Первое. От попадания чужеродного антигена до синтеза иммуноглобулина Е и фиксации его на поверхности тучных клеток мы называем иммунологической стадией. При попадании вторичного антигена и дегрануляции тучных клеток мы называем патохимической стадией и проявление биологических эффектов вышеизложенных биологически активных веществ мы называем патофизиологической стадией. Примерами гиперчувствительности первого типа могут служить такие заболевания, как бронхиальная астма, аллергические заболевания, аллергия на пищевые продукты, на пыльцу, на лекарственные средства, на укус пчелы и так далее. Также самый тяжелый из них анафилактический шок. Итак, разберем клинически значимый момент данной темы. При нашей врачебной деятельности мы назначаем нашим пациентам различные лекарственные средства. Но перед тем, как назначить эти лекарственные средства, мы должны спросить у пациента, принимал ли он этот препарат ранее. Если не принимал, мы должны провести аллергопробу, так как если у пациента имеется гиперчувствительность, у него может развиться аллергическая реакция на данный препарат или анафилактический шок. Спасибо всем за внимание. Свои вопросы и предложения оставляем в комментарии. До скорых встреч!